В Красноярской епархии возмутились стихийному пляжу на берегу реки возле свято-успенского монастыря. Священнослужители назвали поведение отдыхающих наглостью и нахальством перед Богом. Любители позагорать не видят проблемы, а власти видят другую проблему, недуховную. Алина Сануева разбирала ситуацию. Сама пришла в чужой дом. Непонятно, зачем она пришла и как она себя представляет. И какое вообще воспитание у этого человека. Митрополит Пантелейман считает, что загорать возле храма над ругательством на цветыни. Пятачок за свято-успенским монастырем в Красноярске облюбовали горожане. Купаются и принимают солнечные ванны, а иногда и распивают спиртные напитки. В РПЦ такое поведение считают грешным, хотя не отрицают. Берег действительно обустраивали для отдыха людей, но для духовного, а не телесного. Заработать осуждение Божье и проклятие святого места, оголяясь догола с человеческими телесными прелестями, там, где нужна скромность. Это наглость и нахальство перед Богом. Это место не для пряжи. Вокруг храма красивый ландшафт, лавочки, даже рулонный газон специально укладывали. А стоящий в 15 метрах монастырь красноярцев совершенно не смущает. У каждого в этой жизни свои понятия, что правильно, что хорошо, что плохо. Люди не найдут ладу никогда между собой. Для чего тогда территорию делали? Для чего? Вопрос большой. Ну вот и все. Я считаю, что это общественное место. Люди отдыхают, загорают, приезжают. Это хорошо. Я думаю, этот пляж для этого и делался, чтобы здесь отдыхали люди, как во всех цивилизованных странах люди отдыхают на газонах. Это место возле Успенского монастыря по-настоящему полюбилось горожанам. Сюда приходят не только жители Удачного, но и приезжают специально из других районов Красноярска. Саму же набережную благоустроили за счет средств меценатов. А территория за монастырем фактически им принадлежит городу. Поэтому выгнать людей отсюда никто не может. В администрации Октябрьского района ничего против отдыхающих не имеют. А вот с последствиями такого отдыха им приходится бороться ежедневно. Пока территорию не огородили цепью, красноярцы регулярно спускались к берегу и мыли машины. Конечно, остаются всегда вопросы по тому, что отдыхающие иногда оставляют за собой все равно разный мусор. Мы там регулярно проводим аквасубботники. Привлекаются волонтеры, в том числе и из культурно-исторического центра. Организована там контейнерная стоянка. Организован, согласован ежедневный вывоз мусора. Впрочем, опыт пляжей возле святынь в России есть. Так, например, в Петербурге прямо возле Петропавловского собора расположился центральный городской пляж. И более того, жители северной столицы всерьез обсуждали идею создать там зону для нудистов. У красноярцев выбора большого нет. В миллионном городе не хватает пляжей. Поэтому лучший вариант найти компромисс. Горожанам отдыхать без излишеств, помня о том, что рядом храм. А представителям церкви с пониманием отнестись к людям.